Дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию мы хотим предложить четвёртое занятие девятой части «Английский язык. Водно-коррективный курс». На нашем прошлом занятии мы стали с вами говорить более подробно об употреблении в современном английском языке артиклей. Мы с вами говорили об употреблении в современном английском языке в одной и той же ситуации определённого артикля и нулевого артикля. И мы с вами рассматривали примеры, как в зависимости от употребления определённого артикля или нулевого артикля значение фразы меняется. Сегодня мы тоже с вами продолжим говорить о артиклях в современном английском языке. И будем говорить снова об употреблении определённого артикля. И нулевого артикля с определёнными именами существительными. Мы с вами уже знаем, что употребление артикля и неупотребление артикля может влиять на изменение смысла высказывания. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – артикл. Вы видите, что некоторые имена существительные, такие как hospital, больница, может употребляться как с определённым артиклем, the hospital, так и без артикля. Аналогичным образом употребляются такие существительные, как school, the school, prison, the prison, university, the university и некоторые другие. Когда же нам нужно с вами употреблять слово без артикля и когда с определённым артиклем? Давайте вновь обратимся к сюжету. Несколько дней назад Джек попал во ворию. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь у нас перед существительным больницей, hospital, определённый артикль не употребляется. Он по-прежнему в больнице. Джилл пришла в больницу, чтобы его навестить. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этой фразе перед существительным hospital появляется определённый артикль. Она сейчас в больнице. Итак, небольшая ситуация о том, как Джек попал в больницу. Джек лежит в больнице, а Джилл пришла его навестить. Если вы были внимательны, то вы обратили внимание, что если речь идёт о Джеке и о его пребывании в больнице, то существительное hospital используется без определённого артикля. Если речь идёт о Джилл, о том, что она пришла в больницу навести Джека, что она находится сейчас в больнице, при существительном hospital используется артикль «they». Поэтому мы с вами можем сказать следующее. Если больница используется по назначению, то есть если кто-то проходит там лечение или обследование, то в этом случае используется существительный hospital без артикля. Если речь идёт о использовании не больницы, а скорее здания, то есть речь идёт не о лечении, не о прохождении какого-то обследования, то в этом случае нам необходимо указывать на существительное с определённым артиклем. Итак, давайте познакомимся с правилом. Кто-то отправляется в больницу или находится в больнице, если он болен или ранен. Обратите, пожалуйста, внимание на выражение to hospital, in hospital без предлога, без артикля. В этот момент мы с вами не думаем о каком-то определённом госпитале, определённой больнице. Мы просто думаем о лечебном учреждении вообще. Обратите, пожалуйста, внимание вот на то, что мы с вами только что прочли. Someone goes to hospital or is in hospital if he is ill or injured. To hospital, in hospital, если речь идёт о больном. Потому что имеется в виду не какое-то определённое лечебное заведение, а лечебное заведение вообще. Но Джилл не больна, она не ранена. И она не находится в больнице на лечении. She is not in hospital. She went there as a visitor. Она туда пришла как посетитель. Jill пришла в больницу. Джилл находится в больнице. Мы говорим, используя в этом выражении определённый артикль they, потому что мы имеем в виду определённый госпиталь, тот, где лежит сейчас Джек. Итак, мы с вами можем подвести итог. Если больница, госпиталь, некое лечебное учреждение используется как лечебное заведение в целом, вообще, то есть если речь идёт о медицинском заведении, то не используется никакого артикля. Если мы с вами говорим о больнице как месте, куда пришли родственники пострадавшего или больного, то мы имеем в виду определённый объект, определённое медицинское учреждение, определённую больницу. Именно поэтому используем определённый артикль they. Давайте обратимся к следующему примеру. Каждый день она ходит в школу. Школа начинается в 9, то есть школьные занятия начинаются в 9 часов и заканчиваются в 3. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что во всех этих предложениях слово school используется без артикля. В данном случае имеется в виду школа как некое учебное заведение, а как таковое не имеем мы в виду какое-то конкретное учебное заведение, а школу вообще. То есть мы можем с вами сделать следующий вывод. Мы говорим с вами, ребёнок ходит в школу. Используя выражение to school. Он сейчас в школе, at school, поскольку он там находится в качестве ученика. Не обязательно мы с вами имеем в виду какую-то определённую школу. Мы думаем о школе вообще. Итак, если мы имеем в виду школу как учебное заведение, то существительная школа используется без артикля. Ну, давайте продолжим рассматривать ситуацию. Сегодня мама Эллисон хочет поговорить с учителем её дочери. Поэтому она отправилась для встречи с учителем в школу. Обратите внимание, пожалуйста, что перед школой в данном случае используется определённый артикль there. She is at the school now. Она сейчас находится в школе. Итак, поскольку речь идёт о конкретной школе, о школе, где учится Эллисон, и куда направилась мама Эллисон, чтобы встретиться с её учителем, мы должны с вами использовать определённый артикль there. Объяснение, которое может быть дано, следующее. Вот это вот основное, что мы с вами должны запомнить. Но если ей нужно встретиться с учителем Эллисон, она идёт в школу с определённым артиклем, потому что речь идёт об определённой школе. Мы можем её следующим образом описать. Итак, мы с вами можем говорить о том, что если речь идёт о каком-то конкретном учебном заведении, если речь идёт о каком-то лечебном учреждении, то мы с вами используем существительное, соответствующее без артикля. Если речь идёт о каком-то конкретном учебном заведении, например, там, где учится чей-то ребенок, или о лечебном заведении, где проходит лечение чей-то родственник, тогда мы с вами используем соответствующее существительное с определенным артиклем. Именно этим объясняется различие в употреблении hospital – the hospital, school – the school. Но таких существительных в английском языке несколько. Мы с вами уже знаем два. Ну вот, давайте дополним этот список. Это существительное prison – тюрьма, school, которое нам хорошо с вами известно, university – университет, college – college и church. Дело в том, что любое из данных существительных может быть использовано в двух значениях. Prison – место, где содержатся заключенные, и место, куда приходят навестить заключенных и их родственники. School – где учатся дети и куда приходят их родители. University – где учатся студенты, и, например, куда ходят навестить своих друзей, их друзья. College – то же самое место, куда могут приходить с одной стороны учащиеся колледжа, и с другой стороны все остальные. И, наконец, существительное church – church – как место поклонения. И, допустим, church – как место, которое привлекает туристов. Давайте посмотрим более подробно на эти существительные, используя различные примеры. Обратите внимание, что речь идет об использовании существительных без артикля. To prison – to school – to university – to college. We do not use the – when we are thinking of the idea of these places, and what they are used for. Мы не используем определенного артикля, когда мы имеем в виду не какой-то конкретный, допустим, университет, колледж, не конкретную тюрьму, церковь, а имеем в виду идею этих мест, то есть то, ради чего эти заведения существуют, для того, чего они используются. После того, как я закончу школу, после того, как я уйду из школы, имеется в виду, закончу свое обучение в школе. I want to go to university – я хочу пойти в университет. Имеется в виду, что в школе вы находитесь там в качестве ученика, а в университете вы будете в качестве студента. Именно поэтому существительность school и university используется без артиклей. After I leave school, I want to go to university. As a pupil, as a student. Why aren't the children at school today? Почему дети сегодня не в школе? Обратите внимание, что речь идет не о конкретном здании, а речь идет о идее школы. Почему дети сегодня не учатся? Мы можем с вами это предложение несколько иначе задать. Mrs. Kelly goes to church every Sunday. Mrs. Kelly каждое воскресенье ходит в церковь. Использование существительного church без артикля указывает на то, что миссис Келли ходит на службу в церковь каждое воскресенье. Кен's brother is in prison for robbery. Брат Кена находится в тюрьме за разбой. В данном случае речь идет о том, что брат Кена заключенный. He is a prisoner. И это указывается прежде всего формой существительного. In prison. Вы видите, что здесь у нас используется так называемый нулевой артикль. Обратите, пожалуйста, внимание на предлоги. Мы с вами уже говорили неоднократно о использовании предлогов в современном английском языке. На наших дальнейших занятиях мы еще вернемся к этой теме. И каждый раз, когда мы с вами говорим о предлогах, я повторяю одну и ту же фразу. Предлоги нужно запоминать. Каким-то логическим способом выявить, какой именно предлог должен использоваться в какой конкретной ситуации, достаточно сложно. Мы с вами все-таки изучаем иностранный язык. И мы с вами должны очень многое запоминать. В данном случае мы должны с вами запоминать выражение be in prison с предлогом in. Be at school, at university, at college. Находиться в тюрьме, но в школе, в университете, в колледже. Что касается существительного church, то здесь, возможно, два варианта. In church и at church. In church and at church are both possible. Теперь давайте для закрепления материала обратимся еще к примерам и посмотрим на то, что значат данные выражения. Мистер Келли пошел в школу, чтобы встретиться там с учителем своей дочери. Обратите внимание, что как только вы видите перед существительным артикль they, перед существительным, конечно же, школа, то вы автоматически уже понимаете, что речь идет о том, что мистер Келли не ученик. He didn't go there as a pupil. Вот таким образом мы с вами можем выявить причину или цель похода мистера Келли в школу. Мы могли бы с вами сказать, мистер Келли went to school. Мистер Келли пошел в школу, то есть отправился учиться. Он пошел туда не учиться, а с какой-то иной целью. Извините, пожалуйста, не подскажете, где университет. Использование определенного артикля they, перед существительным университет, указывает на то, что говорящего интересует определенное здание. Не университет как место, где учатся студенты, а университет как определенное здание. Рабочие отправились в церковь, чтобы починить крышу. Обратите, пожалуйста, внимание, что наличие определенного артикля перед существительным черчей указывает на то, что существительное используется в значении здания, а не в качестве места, где проводят религиозные богослужения. И, наконец, Кен отправился в тюрьму, чтобы навестить своего брата. Обратите внимание на употребление вновь определенного артикля перед существительным призин. Кену посадили в тюрьму. Кен пошел в тюрьму, но не в качестве заключенного, а с какой-то иной целью. Вот как в скобках, где у нас указано. Он туда отправился как посетитель, а не как заключенный. Он отправился в тюрьму, где находился его брат. Итак, мы с вами сегодня выяснили, что ряд существительных в современном английском языке, такие как Hospital, Prison, School, University, College, Church могут употребляться как с определенным артиклем, так и без артикля. При этом, если употребляются эти существительные без артикля, имеется в виду учебное заведение, лечебное заведение. Если употребляется с определенным артиклем The Prison, The School, The University, The College, The Hospital и так далее, то речь идет о конкретном здании. Есть в английском языке еще ряд существительных, очень распространенных, которые тоже могут вызывать у изучающих английский язык определенные сложности. Связано это тоже с употреблением и неупотреблением артиклей. Это тема нашего следующего фрагмента урока. Это такие существительные, как Bed, кровать, Work, работа, Home, дома. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как употребляются эти существительные. We say, go to bed, be in bed. Мы говорим, ложиться спать, быть в постели, без определенного артикля. Это устойчивые словосочетания, их тоже необходимо запомнить. It's time to go to bed now. Пора ложиться спать. Is Tom still in bed? Tom по-прежнему спит? По-прежнему в постели? По-прежнему не встал? Что касается существительного work, то оно в современном английском языке употребляется вот так. Go to work, be at work, start work, finish work. Идти на работу, быть на работе, начать работу, закончить работу. Тоже мы с вами употребляем существительное work без определенного артикля. Вот в этих выражениях. Go to work, be at work, start work, finish work. Why isn't Anne at work now? Почему Anne сегодня не на работе? What time do you finish work? В какое время вы заканчиваете работу? Что касается существительного home. Обратите, пожалуйста, внимание именно на это существительное. И не путайте его с существительным house. Go home, come home. Home, be at home, stay at home. Идти домой, приходить домой, быть дома, оставаться дома. Также обратите внимание на то, что существительное home употребляется без определенного артикля. Также следует обратить внимание на следующее предложение. Come on, let's go home. Ну, пошли домой. Will you be at home tomorrow? Ты завтра будешь дома. В словосочетаниях go home, come home, get home, arrive home в современном английском языке не используется предлог to. Итак, мы с вами должны сказать, что в английском языке существуют существительные that, work и home, которые в сочетании с глаголами используются без определенного артикля. Вообще без артикля. Более того, существительное home в сочетаниях go home, come home, get home, arrive home употребляется без предлога. Что касается второй части нашего сегодняшнего занятия, то мне хотелось бы вашему вниманию предложить несколько упражнений. Мы с вами закрепим все то, что мы изучили на сегодняшнем занятии. Как обычно, я хотела вам предложить примеры, предложения. Которые вы должны будете самостоятельно дополнить, исходя из изученного материала. Затем мы с вами посмотрим, как должно быть выполнено упражнение, и постараемся прокомментировать его. Итак, первое предложение, которое появится сейчас на слайде. В это предложение необходимо добавить по смыслу существительное с предлогом. Речь, конечно же, идет о больнице. Вспомните, как мы с вами используем предлоги в современном английском языке. В частности, какой предлог указывает на направление действия. Вспомните, как в английске будет больница, и как употребляются предлоги перед этим существительным. Итак, правильный вариант ответа. Двое людей пострадало при аварии, и они были отправлены в больницу. Обратите внимание, пожалуйста, на предлог to. Это предлог направления. Следующее предложение. Я очень устал, и было очень поздно, и поэтому я лег в постель. Постарайтесь дополнить это предложение самостоятельно. Вспомним устойчивое выражение с глаголом go и существительным bet. Вспомните, какой артикль используется перед данным существительным. Правильный вариант предложения, то, что у вас должно было получиться, выглядит следующим образом. Мы с вами помним, что существительные bet, home и, наконец, существительные work в современном английском языке используются с глаголами без артиклей. И устойчивое выражение, которое вы, конечно же, хорошо помните, go to bed. А вся фраза звучит следующим образом. Следующее предложение, которое я хотела предложить вашему вниманию. Фред ограбил банк, но был пойман полицией. Он был отправлен... Вспомните, пожалуйста, как в современном английском языке используется существительная prison, тюрьма. Какой предлог является предлогом направления? То есть используется, когда необходимо указать на перемещение в пространстве предмета с одного места на другое. Обратите внимание на использование артиклей. В частности, перед существительным prison. И так... Фред robbed a bank, but was caught by the police. He was sent... Правильный вариант предложения вы видите сейчас на слайде. Итак, давайте еще раз вспомним, как используются в современном английском языке существительные school, the school, prison, the prison, college, the college, university, the university, school, the school, church, the church. Если нам важна идея данного заведения или учреждения. Например, мы хотим сказать школа в значении там, где учится. Или prison, там, где отбывают срок заключенные. Или church, там, где проходят службы. То в этом случае мы используем существительные без артикля. Если нам важен какой-то конкретный университет, какая-то конкретная школа, какая-то конкретная церковь. В этом случае мы используем с вами определенный артикль. They. Что касается предлогов, то мы с вами хорошо уже знаем, нам нужно запоминать употребление предлогов. Потому что мы с вами не можем, исходя из наших знаний, выявить, какой предлог мы с вами должны употреблять. За исключением, может быть, небольшого количества предлогов, которые имеют точное значение. Сейчас давайте продолжим наше упражнение. И предложение, которое я хочу предложить вашему вниманию сейчас, звучит следующим образом. Tom doesn't often go out in the evenings. He usually stays. Том нечасто ходит куда-нибудь вечером. Он обычно остается... Постарайтесь самостоятельно дополнить эту фразу. Том нечасто ходит куда-нибудь вечером. Вспомните, какое существительное вы здесь будете использовать в значении дом. Home или house. С каким предлогом вы будете использовать существительное? Нужно ли поставить здесь артикль? Если нужно, то какой? Итак, правильный вариант. Во-первых, необходимо помнить о различии в значениях существительных. Home и house. Home это место, это слово, которое дополнительно обозначает еще домашний уют. Что касается house, то это любое строение, любой дом. Если мы с вами хотим сказать дома, то мы с вами будем употреблять предлог at home. Это устойчивое выражение. И как вы хорошо знаете, такие существительные, как bed, кровать, work, работа, home, дом. Употребляясь в устойчивых выражениях, таких как stay at home, stay in bed, return home, start work, finish work и других используются без артикля the. Следующий пример, который я хочу предложить вашему вниманию, вы видите на слайде. Самостоятельно прочтите предложение, постарайтесь понять, о чем идет речь и самостоятельно же дополните предложение. Джилл не религиозна. Она никогда не ходит в церковь. Вспомните, какой предлог в английском языке указывает на перемещение объекта, указывает на направление движения объекта. Вспомните, как по-английски будет слово church, церковь, и как это слово используется в выражении ходить в церковь. Правильный вариант выглядит следующим образом. Напомню, здесь речь идет о церкви, как о некотором месте, где проводится богослужение. Именно поэтому перед существительным church мы не ставим с вами определенного артикля. Следующий пример выглядит таким вот образом. Постарайтесь самостоятельно прочесть предложение и добавить недостающую группу обстоятельств. Великобритания Великобритания Правильный вариант. Следующий пример. Дети иногда попадают в беду или имеют неприятности, если они опаздывают в школу. Правильный вариант. Children sometimes get into the trouble, if they are late for school. Следующее предложение. Утром, когда все идут на работу, очень много машин. Правильный вариант. Дети сидят в школу. Центрит на работу. Миссис Смит только что перенесла операцию. Она сейчас в больнице. Верный вариант. Миссис Смит только перенесла операцию. Она сейчас в больнице. Когда Майк закончит школу, он хочет изучать экономику в университете. Когда Майк закончит школу, он хочет изучать экономику в университете. Майк закончит школу, он хочет изучать экономику в университете. Сейчас половина девятого, поэтому он по-прежнему в постели. Правильный вариант. Сам навигается аппетитом в университете. Итак, на нашем сегодняшнем занятии мы с вами узнали, как в современном английском языке, используются определенный и нулевой артикли. Как в зависимости от использования определенного и нулевого артикля, при существительных Может меняться значение всего предложения. Мы также с вами вспомнили, что существительный work, bet и существительное home используются в словосочетаниях без определенного артикля. Что касается существительного home, то это существительное в устойчивых выражениях используется и без предлога. Например, На этом время нашей лекции подошло к концу. Спасибо за внимание. До свидания.